друзья всем привет 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 и и это уфа здесь я плюс два часа плюс два часа по сравнению с москвой поэтому здесь уже вечер где-то примерно полдесятого вечера и я сюда привел примерно два часа назад то есть соответственно павел здесь два часа и со мной случилось уже пять переключений то есть ну хотелось сразу заметить несмотря ни на что несмотря на то что приключения были и плохие и хорошие могу сказать что лично мне городу понравится в нем классные девчонки ходят очень много красивых девчонок вот я замечаю них они тут кругом вообще какой-то необычный город это раз во-вторых прекрасная погода то есть нету дождя вообще сам по себе зеленое и того подобное но с другой стороны то есть уже было попытка попытка воровать и попытка даже избить меня после того как соответственно люди заметили что я с рюкзаком путешествую то есть я как бы не местный что как же это было давайте вкратце подойдем я встретил случайным образом своего знакомого и соответственно мы с ним разговаривали о том о чем такого так как там где путешествия где ездишь увидел вот и потом я уже спрашиваю потому что человек как бы знает непосредственно как добраться на нужную мне позицию а мне нужно выезжать в сторону тюмени в сторону тюмени методом автостопа пешком с мешком и я у него спрашиваю где это самая наилучшая позиция из города уфа и он мне соответственно ну примерно объясняют что их как бы две то есть одна есть такая другая есть такая вот потом мы достали непосредственно карту то есть вот я сейчас покажу то есть вот у меня с собой такая вот карта в ней на сто четырнадцатой странице соответственно есть есть вот показания это уфа то есть нужно двигаться сюда а для того чтобы выехать в сторону тюмени нужно двигаться соответственно вот сюда мы мы так вот разговаривали в этот момент когда нам это перелистывали карту подошел слева от меня какой-то местный чел ну такого гопнического типа как бы и я еще заметил что а сбоку от меня вот с этой стороны внизу тоже сидел такой а чел гопнического типа то есть ну типа как бы почти на корточках и смотря в землю то есть ну обычно чем как бы вы отличаются это раз вот и они сыграли как бы игру хороший и плохой то есть вот два таких как бы друга и классический град плохой и хороший значит хороший такой типа тоже там смотрит пару там указывает а вырезала доехать сюда вот и в этот момент плохой как бы злоумышленник да он сидит рядом и он нас следит за моим маленьким рюкзаком вот такой вот у меня маленький рюкзак соответственно и этот рюкзак лежал просто на асфальте и он на него как бы сидел вот так вот смотрел вниз и думал с какой стороны видимо его либо вскрыть ну тут непосредственно от видны всякие разные молнии и того подобное вот такие вот но в нем ценного ничего нет там опять же вот повторяю вот эта вот карта перекус вода лимонад ну еще несколько шнуров для зарядки телефонов ничего абсолютно ценного там не имеется вот таким вот образом и я заметил эту фишку стоит твое я заметил что один как бы ну типа отвлекает внимание а другой соответственно попытается может быть он мог в любой момент вскочить и побежать с этим рюкзаком хотя в принципе там было достаточно оживленно но и сейчас я тоже нахожусь как видите на оживленной такой магистрали то есть это там торговый центр центральным как и называется там макдональд все такое вроде в ту сторону управлял за городом торговый центр мега куда я планируют двигаться так вот значит когда я увидел что как бы за следят я когда подавился к своему листоку который стоял вот на асфальте его как бы подвинул к себе а что тот второй плохой сразу спрыгнул тут по типу что как бы добыча уходит из-под глаз до из подруга из-под ног вот и он сразу полез такие как бы ну боковать начали типа там да я да ты это рады для те там типа да щас пап ну дело в том что вот он боковал но вода я сам не мог понять как чему можно боковать то есть он возник вот так вот ниоткуда то есть у него даже у самого ну не знаю там если уж морду бить то уж хотя бы за что ну типа там по понятия не пошел или там не знаю что ты появляешься в моем районе и тому подобное вот никаких этих критерий активов просто ну вот в таких случаях что делать ну выяснять отношения где-то в каком-то и ином городе который ты приехал то подобное конечно не надо это какие-то местные там гопарили надо про них конечно забыть это просто яркие впечатления я хочу передать вам яркие впечатления ну вот такие вот как у вас 3 это во первых вот ну бы просто с моим товарищем с путешественником взяли просто и ушли просто шли мы не убежали мы ушли то есть и соответственно те неадекватные личности ну не знаю может быть они наркоманы может быть они почета там пьяны еще что они за нами не побежали вот ну и так же хотелось добавить по поводу хороших вещей которые происходили во-первых неожиданно вот мне удалось встретить и от товарища которые путешествия которых я встречался на место башкирского фестиваля путешественников автостопчиков который называется озёб он проходит на берегу озера кандеркуль это раз во вторых пока я шел по уфе просто человек подошел ко мне и спросил вы путешественника чем вам помочь то есть принципе два вопроса и этот человек еще и предложил деньги я не отказываюсь от такого потому что это определенная как бы спонсорская помощь пути я снимаю видео я трачу на это деньги то есть вот сейчас я как бы зашел вот так вот сзади меня как бы вот я сейчас поверну сзади меня есть это вот мтс и как она там называется вот заплатил там свою денежку вот и непосредственно конечно таким вот образом трачу денежки и на то чтобы оплатить какой-либо телефонный счет ну и за какие-то там иногда бывает у меня с собой 4 сим-карты например на мегафоне почему-то минус 400 рублей то образовалось я не знаю вот вот теле теле 2 как-то работает но не всегда потому что он питерский йоту я пока еще не тестировал мтс работал хорошо в дагестане здесь вот с переменным успехом с переменным успехом вот поэтому ту денежку которую вот мне подарил местный человек огромное ему спасибо я ему представился сказал как меня найти соответственно длитрий воронцов путешественник дай бог что он найдет меня в интернете кстати он записал это записал как меня зовут вот мы попрощались он ушел надеюсь у меня сейчас там уже нашел в интернете и смотрит мой блог и впечатляет о путешествии вот таким вот образом такой вот я встретил вечер как бы в уфе ну еще также хотелось добавить что лично я как бы пешком оттуда шоу 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 там какой то есть проспект октября было еще солнечно то есть там есть печерочки есть макдональдс вот и поток вернул на эту как его остановку и там вот когда я держал с собой ну вся пипалка держал соответственно этот телефон то там какой-то местный человек черных очках подошел и спросил вот сколько продаешь телефон тоже какая-то странная личность такая вот такие вот впечатления ну конечно вот сейчас я на самом деле мне приятно находиться в уфе потому что как видите вот здесь вот ходит бродит девчата красивые девушки и вот я обратил внимание что вот девушка которая сейчас вот стоит еще там набирает не знаю она часто смотрит в мою сторону это очень интересно что же она заподозрила тоже она заподозрила таким образом или еще что то вот то есть это раз во вторых ну действительно здесь вот по сравнению с нижним новгородом как они с москвой все более по сравнению с махачковой гербентом девушек достаточно много они тут вводят и они отчасти необычно они такие восточные мошкирки вообще говорят мошкирки они ходят там кроме того я сюда ехал еще с двумя женщинами методом автостопа проехал 700 километров от района чебоксары даже еще раньше меня там подхватили даже раньше дочь и фоксар еще 150 метров я не помню как там это место в вороты не с какой-то было что-то в этом роде стройные девушки вау вау город вау вау 555 впечатлений круто здесь прикольно классно вот несмотря на какие-то приколы вот и подвозили вот веселушки такие две подружки веселушки и сестры я точно уж там не выяснил но короче ехал прикольно 700 километров проехал по направлению вот из татарской а до набережной челноком проехали там этот город и казань потом проехали в начале там то есть короче путешествие было с прикольными такими причем они бандиты они давно путешествуют они одна из них рассказывал мне душу такую как бы прикольно душераздирающий с приключениями история то как вот света ее зовут она покоряла москву столицу еще в девяностые годы то есть ну как она покорила и теперь вот то есть приехала девчонка вообще без ничего в 18 лет в москву из по-моему чебоксар и сейчас вот она реально там ворочает бизнеса то есть под ее руководство определенная как бы там целая сеть каких-то продажных точек это раз и во вторых а она еще там ворочит как бы какие-то недвижимостью и миллионами там что-то в этом роде но я не вдавался подробностей короче был я ехать класс вот они меня подкалывали немножко но на канале воронцов лайф там короткая даже видеозапись это поездки а вот снова вижу то есть тут вот девушки ходят и в одиночку и не в одиночку вот красивые жительницы города уфа ну а это честно говоря вот не успел узнать как называется эта площадь какая-то вот центральная площадь то есть вот так вот какой-то бульвар сзади меня вот там еще и перекресток сейчас конечно уже стемнеет в темноте я не планирую как бы там что-то снимать то просто плохо видно бывают иногда интересные моменты вчера ехал например в большой фурии автовозе с парнем из грозного из течни да то включу прямую трансляцию прямую трансляцию включил по поводу того как вот пытаются ночью в сорока километрах от казани так этой ночью я вообще не спал потому что занимался между между прочим занимался важным делом этой ночью в три часа ночи управлял автовозом с достаточно дорогими машинами так что вот такие вот приколы вот еще и кроме того у меня новая шляпа прикупил абсолютно не дорого потом расскажу сколько она стоит напишите в комментариях как вы думаете сколько она может стоить черного цвета купленная в опе видимо не знаю тут как такой отчасти пандитско-веселый приключенческий горшку шляпы даже черного цвета ладно друзья товарищи спасибо огромное за внимание будут двигаться дальше планирую добраться до кафе с каким-то таким достаточно завораживающим названием кафе отдых всем пока пока а